Приветствую! В Новый год прямо под елочку государство положило нам новый порядок ведения воинского учета, который был утвержден постановлением Кабинета Министров номер 1487. Именно этому нормативно-правовому акту и посвящено данное видео. И в нем мы разберемся с такими вопросами, как особенности ведения воинского учета женщин, особенностями трудоустройства, особенностями вот этого подомового обхода военно обязанных органами местного самоуправления. И также мы поговорим о том, какие права имеет теперь ТЦК и СП в плане выявления тех людей, которые не находятся на воинском учете. Ну и естественно поговорим о том, что же делать людям, которые выехали из Украины, нужно ли им становиться на воинский учет, в каких случаях это нужно сделать и есть ли шансы, что их будут депортировать. Друзья, данное видео подготовлено при поддержке Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, в котором я имею честь быть заведующим кафедрой. Ну а теперь перейдем к основному вопросу. Поехали! Сейчас на своих экранах вы видите правильные реквизиты и название того порядка, о котором пойдет речь. Мы разберемся в первую очередь с общими вопросами, а потом уже перейдем к вопросам, которые касаются отдельных групп военно обязанных. Итак, первый вопрос, который мы должны прояснить, кто подлежит воинскому учету. Как мы видим, воинскому учету теперь подлежат люди от 16 до 27 лет. Ранее это были люди от 17 лет. Также воинскому учету, как мы видим, подлежат военно обязанные и резервисты, в том числе женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность. Здесь и далее, друзья, вы будете видеть вот такие цифры. Эти цифры означают номер пункта порядка организации ведения воинского учета. Это я сделал для тех людей, которые захотят сами ознакомиться, посмотреть оригинальный текст. Ссылочка на этот текст будет в описании к данному видео. Идем дальше. Из таких действительно принципиальных вещей, на что нужно обратить внимание, это вот такое правило, что постановка на учет по месту работы, учебы, либо по месту жительства возможно только после постановки на воинский учет в ТЦК и СП. То есть теперь, приходя на работу, либо на учебу, вам не просто нужно подать документ военно-учетный, в котором будет указано, что вы в принципе стоите на учете. Я думаю, что реализоваться вот это положение будет следующим образом. То есть если вы, например, там переехали, не знаю, из Киева в условные Бровары, там в Ирпень, да, еще куда-то, и хотите там устроиться на работу, то приходя на работу, подав военный билет, работодатель вам откажет в приеме на работу. Почему? Потому что окажется, что вы стоите на учете в ТЦК и СП совсем другого города, совсем другого района, и, соответственно, скорее всего, будут направлять сначала для постановки на учет именно в тот районный, либо городской ТЦК и СП, который находится в том же, соответственно, городе, либо районе, где потенциальный работодатель находится, либо потенциальное учебное заведение. Ну, это мое мнение, что будет это реализовываться именно так. Как будет на самом деле, покажет практика. Что касается тех лиц, которые прибыли с временно оккупированных территорий. При этом, обратите внимание, здесь говорится именно о временно оккупированных территориях, то есть это не о тех территориях, на которых ведутся боевые действия. Так вот, для этих лиц правила следующие. Для того, чтобы устроиться на учебу, на работу, им прежде всего нужно стать, зарегистрироваться как ВПЛ, временно перемещенное лицо, потом зарегистрироваться и стать на учет в местном ТЦК и СП, и только потом этот человек сможет работать, либо учиться. Друзья, ТЦК и СП – это территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это то, что раньше называлось военкоматами. Идем дальше. На какие правила нужно обратить внимание? После изменения адреса места проживания, либо любых других персональных данных, женился, развелся, получил инвалидность, поменял фамилию, нужно уведомлять ТЦК и СП в течение 7 дней. Ничего здесь, в принципе, нового нет, да, такое правило существовало и ранее. Изменение места проживания только с разрешения ТЦК и СП. Данное правило, безусловно, касается только того времени, когда объявлена мобилизация, либо же введено военное положение. И, соответственно, сейчас это правило действует. Но это правило было и раньше, и это правило давным-давно записано в законе. И мы, в принципе, с вами знаем, что, ну, не совсем это правило работает на сегодняшний день. Будут ли принципиально придерживаться этого правила в новом году? Опять же, мы не знаем, покажет практика. Вот такое полномочие вызывает вопросы у нас всех, да. Что значит, что РТЦК имеют право выявлять призывников военнообязанных, которые проживают на территории административно-территориальной единицы, но не состоят на военном учете? Конечно, здесь сразу у нас возник вопрос. Означает ли это, что представители ТЦК и СП могут ходить по улице, либо на блокпостах нас останавливать и проверять наши документы как раз для того, чтобы выявить, а находимся мы на учете или нет? Друзья, здесь вопрос однозначный нет. У них есть куча других механизмов, да, там, делать запросы. Сейчас планируют еще объединить базы данных, вот этот реестр военнообязанных, там, синхронизировать с другими реестрами, чтобы РТЦК получали как можно быстрее информацию. Но это абсолютно не значит, что они имеют право ходить по улице и проверять документы. Я думаю, что в ближайших видео я расскажу отдельно вот этот вопрос, кто имеет право проверять документы в условиях военного времени и имеют ли, в принципе, это делать военные, имеют ли право делать это военные. Ну а пока, друзья, скажем одно, РТЦК не имеет права проверять документы с целью выявления военнообязанных, которые не стоят на учете. Далее, на что можно обратить внимание? ЗАГСы, да, здесь я написал ДРАЦ, то есть более такое уже новая современная аббревиатура ДРАЦ. Мы же знаем это как РАГСы, как ЗАГСы, то есть те органы, которые регистрируют акты гражданского состояния. Браки, разводы, рождение, смерти и так далее. Так вот, вот эти органы МСЭКи, медико-социальные экспертные комиссии, центры занятости, теперь будут, ну они, в принципе, раньше это делали, да, но не все из них, уведомлять РТЦК о каждом изменении нашего статуса. То есть, женился человек, органы РАГС должны уведомить ТЦК, развелся, должны уведомить. Получил человек инвалидность, должны сообщить об этом. Стал на учет в качестве безработного, об этом сообщают в ТЦК и СП. В сети ходит информация о том, что теперь и больницы, мол, обязаны уведомлять ТЦК и СП в том случае, если у них на стационарном лечении прибывает военно обязанный. Друзья, это не совсем так. Аналогичное, схожее правило действительно есть, но оно касается только призывников во время оглашения призыва на срочную службу. А как вы знаете, сейчас у нас призыва на срочную службу нет, ну и не предвидится. Административное задержание и доставка. Вот так я это назвал, да. Есть пункт 56 в порядке. И в этом пункте сказано, что национальная полиция по обращению ТЦК и СП осуществляет административное задержание и доставку призывников, военно обязанных и резервистов, которые совершают административные правонарушения, предусмотренные статьей 210 и 210 прим. 1 Кодекса Украины о административных правонарушениях. То есть это нарушение правил воинского учета и нарушение мобилизационного законодательства. Друзья, вот этому вопросу ближайшее видео будет посвящено. Поэтому, кого интересует, подпишитесь сейчас на канал, поставьте колокольчик и в ближайшие дни я подробно расскажу, что такое административное задержание, действительно ли в соответствии с законом у полиции есть вот такое полномочие и как должно происходить административное задержание и как себя вести в этой ситуации. А пока мы идем дальше. Воинский учет женщин. Что у нас здесь есть? Первое. Те женщины, те девушки, которые сейчас учатся в учебных учреждениях, которые, соответственно, готовят по фармацевтическим и медицинским специальностям, будьте готовы к тому, что за два месяца до окончания вашего обучения информация о вас будет передана в ТЦК и СП. Это не значит, что вас призовут, это не значит, что завтра уже военкомат придет и вас заберет, но эта информация будет у них сохраняться. При этом для тех женщин, которые на сегодняшний день не стоят на воинском учете, они могут трудоустраиваться до 2026 года как невоенно обязанные. Что это значит? Это значит, что вы можете трудоустроиться без подачи работодателю среди прочего военного билета. А вот, по сути, те женщины, которые сейчас на учете находятся, им, чтобы трудоустроиться, нужно, соответственно, подать в том числе и военный билет. Переходим к следующему блоку вопросов. Это воинский учет по месту работы. Вот здесь слайд, да, и я выделил такое слово руководителей. Почему я хочу обратить ваше внимание на именно этот пункт? Дело в том, что новым порядком прямо указано, что организация и ответственность за соблюдение правил воинского учета на предприятии возлагается на работодателя, на руководителя. Непосредственно на руководителя. Что это значит? Это значит, что именно руководитель несет ответственность за нарушение правил воинского учета. А это значит, что руководитель этого ни в коем случае не хочет, и он будет доставать вас. И, в принципе, на сегодняшний день все, кто официально трудоустроены, они, по сути, уже учтены, да, и информация о них доступна для ТЦК и СП. Какие же права и обязанности возложены на руководителей? Вот, смотрите. Первое. Руководитель обязан оповестить работника под подпись о необходимости явиться в ТЦК и СП. То есть, если военкомат обращается к вашему предприятию и говорит, что нам нужен вот этот человек, то руководитель обязан издать соответствующий приказ и под подпись вас ознакомит с этим приказом. Естественно, друзья, о ответственности какой-то вашей речь может быть только в том случае, если это именно так и сделано, под подпись. То есть, если вам устно там сказали, «Эй, Василий Петрович, сходи в ТЦК и СП», Василий Петрович не пошел, никакой ответственности нет, потому что никакого подтверждения того, что он был надлежащим образом уведомлен, нет. И если военкомат присылает на предприятие повестку, то руководитель обязан организовать вручение повестки своему работнику, тоже, соответственно, под подпись. Дальше, как вы понимаете, на руководителя возложена обязанность еще и контролировать прибытие работника. Вот здесь, как раз возвращаясь к предыдущему слайду, мы говорим о том, что поскольку ответственность на руководителя, ну, он вас будет дергать, да, для того, чтобы самому не получить штраф, да, чтобы вы шли в военкомат. И, друзья, я думаю, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Далее, воинский учет по месту жительства. Здесь мы говорим о тех полномочиях, которые имеют органы местного самоуправления. То есть это городские советы, сельские советы, поселковые советы, либо их исполнительные органы. И вот мы видим, что первое, что они делают, выявляют лиц, которые проживают на их территории, но не находятся на воинском учете. Информируют ТЦК и СП о тех людях, которые приехали к ним. Да, вот здесь мы все, кто является ВПО, да, и я в том числе, мы понимаем, что это про нас. Да, мы сейчас переехали в другую область, и вот здесь за нами пристально наблюдают, должны нас выявить и сообщить о нашем появлении в ТЦК и СП. Ну, и мы говорим о тех ситуациях, понятно, если мы сами не явились и сами не стали на воинский учет. Есть у них теперь полномочия сверять учетные данные путем подворного или подворового обхода. Даже не знаю, как перевести, но Google перевел это путем подворного обхода. Будем доверять Google. Что это значит? Зачем это написано? Это написано за тем, что мы стали достаточно все умные сейчас, да, мы с вами изучаем это законодательство. И когда к нам приходил кто-то, что мы говорили? Ты кто такой? Покажи, ты вообще можешь это делать или нет? Покажи, где написано, что ты можешь. Ну, мы же-то с вами знаем, что все органы должны работать в соответствии с тем, как предусмотрено действующим законодательством. Ну, вот они и предусмотрели. И теперь, когда во двор к нам приходит человек, стучится, да, говорит, я представитель там сельсовета, либо постсовета, открывай, мы пришли тебя сверять. Мы уже даже если и скажем, а кто ты такой, а почему ты ходишь, да, нам покажут вот этот порядок и скажут, а вот у нас есть такое полномочие. Такое полномочие есть, но хочу заметить, что нигде не указана обязанность наша открыть им дверь и пустить даже во двор. И в принципе, как бы не пустив их, не открыв им дверь, не общаясь с ними, не предоставляя никаких данных, в принципе, мы как бы и не совершаем никакого правонарушения, потому что у нас нет соответствующей обязанности. Да, право им дали, но наша обязанность отсутствует, общаться с ними. При этом имейте в виду, что мы обязаны все равно, друзья, становиться на воинский учет. Да, мы помним, что изменил место жительства, приехал на новое место, да, сообщи об этом ТЦК и СП. Ну и еще, да, пункт 32, конечно же, есть. Органы местного самоуправления имеют право вручать повестки. Поэтому имейте это в виду. В интернете много роликов на тему, кто ты такой, ты повестки не можешь раздавать и прочее. И очень часто, кстати, там правы люди. Вот действительно не всегда те, кто раздает повестки, имеют на это право. Но имейте в виду, что представители органов местного самоуправления в соответствии с порядком ведения военного учета, имеют такое право. И, соответственно, если кто-то думает, что я сейчас откажусь от повестки, не возьму, не подпишусь и прочее, я таким образом как-то избегу вот этого нежелательного контакта. Это не прокатит, вот скажу так. Почему? Потому что если вы не получаете повестку, они составляют акт о том, что вы отказались от принятия повестки. И, в принципе, это уже правонарушение, административное правонарушение. А дальше мы помним, что есть возможность административного задержания и доставки человека в ТЦК и ИСП. Но об этом мы поговорим в отдельном видео. Переходим к вопросу воинского учета для тех людей, которые находятся за границей, которые сейчас выехали из Украины, и очень переживают по поводу того, что они будут ли их депортировать, не будут ли для них штрафы, что делать, куда бежать. Причем самое интересное, наибольшее количество переживающих это те люди, которые и так освобождены от мобилизации. Им, в принципе, вообще не о чем переживать. Друзья, первое, что мы должны знать, это то, что если мы выбываем за границу на срок более трех месяцев, мы должны сняться с военного учета по месту жительства или где мы там стояли. приехав в страну новую, мы должны стать на временный консульский учет и, соответственно, мы автоматически, нас поставят еще и на военный учет. Для тех, кто выезжает за границу на срок менее трех месяцев, снятие с учета и постановка на консульский учет не является обязательным. Что делают наши зарубежные ДИП-учреждения? Они делают следующее. Ведут в военный учет тех лиц, которые стоят на временном консульском учете. способствуют возвращению военно обязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время. Вот это, конечно, больше всего сейчас нас беспокоит, да. А что такое способствует возвращению военно обязанных? Как они будут способствовать? Это что значит, что ты пришел в консульство, тебе руки заломали, закинули в самолет и увезли? Нет, друзья, такого не будет. Да, надо где за спиной скрестить пальцы. Ну, друзья, не должно такого быть, потому что такими полномочиями консульства не наделено. А что они могут делать? Как они могут способствовать? Ну, в первую очередь информационно-разъяснительная работа. То есть, когда вы придете в консульство, становиться на учет, либо вам нужно там заверить какую-то доверенность, либо получить какую-то справку от консульства. Будьте психологически готовы к тому, что А. Вас поставят на военный учет, и Б. С вами будут беседовать, проводить вот эту информационно-разъяснительную работу. Почему я говорю, что нужно быть психологически к этому готовым? Потому что мы прекрасно знаем, как госорганы у нас умеют проводить информационно-разъяснительную работу. Вот что-то типа такого. Ты, скотина! Ты родину не хочешь защищать! Сидишь тут в Польше, отсиживаешься? А ну, бегом собрал манатки и поехал родину защищать! Ну, вот примерно так они нас мотивируют. Вот примерно так ведется патриотическое воспитание. Оно, безусловно, очень добавляет и вселяет в нас дух патриотизма. И за это, кстати, тоже государство должно отдельное спасибо этим людям сказать. Потому что то, как они это делают, скорее вызывает обратное чувство. Но это вопрос непосредственно к тем людям, которые занимаются этой работой. Вот к этому, к напору, к запугиванию. Вот здесь я открыто говорю, неоднократно сталкивался с тем, что даже здесь в Украине ТЦК и СП откровенно запугивают людей. И рассказывают им сказки просто невероятные. То есть вплоть до того, что инвалидам рассказывают о том, что если ты не пойдешь служить, тебе будет уголовная ответственность. Ребята, вы, ну, чем вы думаете? У инвалида есть отстрочка от мобилизации, а вы ему рассказываете, что ему будет уголовная ответственность. То есть, друзья, надо быть психологически готовым к тому, что вам будут рассказывать про то, что вы совершили все семь смертных грехов и вас кара небесная невероятная постигнет, что у вас конфискуют все ваше имущество, лишат гражданства, вас сошлют куда-то в Сибирь вообще, вашу кошечку еще дальше и прочее. То есть будут рассказывать подобный бред. Верить в это не нужно. Полномочий у консульств, у посольств по какому-то силовой доставке человека в Украину, безусловно, нет. Тем более, что те из вас, кто выехал, как правило, выехал в связи с тем, что он имеет отсрочку от мобилизации. То есть вас этот вопрос вообще не беспокоит. Вы на законных основаниях имеете отсрочку. Ведь никто не отменил 23 статью закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Ваша отсрочка сохранена, все нормально. Да, вы по идее сейчас должны, ну не по идее, по требованиям законодательства, вы должны стать на воинский учет. То есть вы должны стать на консульский учет и, соответственно, на воинский учет по месту пребывания. Что будет, если вы этого не сделаете? Ну, в худшем случае здесь, возможно, административная ответственность за нарушение правил воинского учета. В самом худшем случае, если вы где-то вот, ну, совсем подпортили карму, то будет вам штраф за нарушение мобилизационного законодательства. Ну, просто он больше, там, до 5100 гривен. Но тоже здесь есть вопрос, кто этот штраф будет возлагать, потому что должны это делать ТЦК и СП. Их, естественно, за границей нет. И, соответственно, вопрос повис в воздухе. Но, тем не менее, обязанность есть. Ну, и, как мы видим, что в тех случаях, если вы встали на консульский учет, то сразу же, ну, в течение 7 дней консульство сообщает об этом в ТЦК и СП. Друзья, как мы видим, в целом никакой катастрофы в этой части не произошло. Ничего страшного здесь нет. Поэтому не нужно переживать. Спокойно. Друзья, вот таким получилось видео. Понимаю, что достаточно продолжительное. Но вы и сами видели, что документ достаточно объемный и много есть вопросов. Тем более старался все-таки сжато как можно конкретнее, как можно короче это все осветить. Друзья, напомню вам, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам благополучия и мира. Пока-пока.